Какой он вкусный, а! Ещё не заполесели в нашей стране? Ха-ха-ха-ха! Всем привет, уважаемые зрители моего канала! С вами снова Солид! Вот! Именно эта коробочка мне приехала прямиком с госдепа буквально позавчера. И знаете, для чего она? Для медиков США. И пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех врачей всего мира за самоотверженность, самоотдачу, потому что вы находитесь на переднем крае обороны против всемирного зла коронавируса. Мы победим! Мы, в смысле... Россия! Ещё наши внуки будут помнить это. Сразу важная информация. Данный паёк соответствует всем требованиям медучреждений США. Его использует Красный Крест. Также может находиться в пожарных частях и даже в доме правительства, как НЗ. Сроки хранения от 4 до 6 лет при комнатной температуре, до 3 лет при температуре плюс 30 градусов и 6 месяцев при постоянной жаре в плюс 40 градусов. При этом паёк не рекомендуется замораживать, так как велика вероятность повреждения вакуумных упаковок. В этой коробке находится 12 пакетов с едой. Каждый пакет содержит в себе 1200 калорий. То есть всего, в целом, если округлять, ну, плюс картон, почти 15 тысяч калорий. Это сейчас кто особенно худеет, сходит с ума. Ну как это вот за один раз можно затолкать? А в картоне тоже есть калорий? Конечно. Ну это целлюлоза. Скотч. Я, ребят, я силюю не съем. Давайте разыграем 5. Нет, 3. Вот оператор, вот всё он, показал 3 пайка на розыгрыш. Остальные я съем. Что нужно сделать? Написать 3 пункта в комментариях, почему у нас в России нету аналога для медиков. Потому что, прикиньте, выделили средства с налогов американцев на изготовление специальных рационов для медработников. И не только. В этом смысле американцы, правда, молодцы, потому что мы даже на страйкболе команды использовали сухие пайки США, ну там, правда, для военных, МРЕ. И хочу сказать, что очень удобно. Блин, знаешь, что вспомнил? Надо рацию для страйкбола заказать. В Эльдорадо сейчас как раз-таки горящий кэшбэк. С 19 по 22 июля в Эльдорадо действует горящий кэшбэк от Letyshops, увеличенный в 5 раз. То есть 5% вместо 1. С обычным кэшбэком за такие рации я бы вернул себе 65 рублей. А сейчас целых 329. Короче, сейчас идеальный момент, чтобы купить что-то, что давно хотелось. Активировать горящий кэшбэк нужно на главной странице Letyshops после регистрации по ссылке или через мобильное приложение. Но торопитесь, количество активаций ограничено, и у вас будет всего несколько часов на совершение покупки. Теперь все акции и повышения можно найти в каталоге магазинов и на главной странице Letyshops. Для активации увеличенного кэшбэка достаточно кликнуть на логотип магазина со специальной отметкой. Регистрируйтесь на Letyshops по ссылке в описании и совершайте только выгодные покупки. Ну а мы продолжаем, и поскольку коробка большая, ее нужно вскрывать крайне аккуратно. У меня есть вот такой специальный ножик по заимствованию одного Якута. Во! Во сколько! Сколько добра! Сколько тут можно поесть! Чего здесь только нет! Давайте выберем один, скажем, вот этот. И продегустируем. Из плюсов. Во-первых, он прозрачный, и видно, что находится внутри, включая название меню. Во-вторых, компактный, легкий, водонепроницаемый. В-третьих, я считаю, что это привычный дизайн для медиков, потому что чем-то напоминает капельницу и никакой лишней информации. Написано XMRE, Blue Line, голубая линия, то, что это сделано в США и их сайт. В этом меню находится блюдо под названием фетучини со сливочным шпинатом. Какие-то названия страшные. Что это такое? Давайте его попробуем вскрыть без ножа. По инструкции это делается следующим образом. Вот здесь по центру, в верхней части пакета, есть такая ненадежная щель. Если ее расширить... Ну, я не думаю, что у меня слишком ровно это получилось сделать, но, по крайней мере, я вскрыл. Что у нас внутри? Значит, во-первых, это самый дизайнерски продуманный и красивый, вот лично для меня, пакетик с беспламенным разогревателем и отдельным пакетиком, я так понимаю, с элементом разогрева пищи. Во-вторых, это основное блюдо. Финиковый батончик, так называемый фиг бар с 85 грамм. Пилот Брэд Сингл. Печенье одиночное для пилота. Как большая таблетка. Жареные кукурузинки в масле и быстрорастворимый напиток со вкусом апельсина. Также здесь есть столовые приборы. Наконец-таки американцы положили, во-первых, в пакетик все это очень хорошо, а во-вторых, по качеству они приблизились к нашим ложкам, но все равно немного отстают, потому что она не ломается, она гнется, но не ломается. Обратите внимание, наконец-то. Даже трубочку положили для напитка, правда, она необычно маленького диаметра. Я привык побольше. Вот такого я от американцев не ожидал, потому что раньше салфетки были запакованы в отдельный пакетик, и они были ровненькие. Здесь вот, видите, как туалетная бумага уже использована. Так, сегодня мы будем все это пробовать как настоящие американцы. У меня даже есть вот этот противень. Напоминаю, что это времен Второй мировой, а именно 1944 года. Кто не видел, посмотрите, вот этот видос очень интересный получился. Погнали готовить. Фетучини со сливочным шпинатом. Это итальянская паста, которая имеет ширину примерно 7 миллиметров. Жаль, у меня нет линейки проверить, это мало ли обманули. Также здесь мы видим грибочки и листья того самого шпината, причем в огромном количестве, настолько в большом, что даже соус позеленел. И в целом это блюдо выглядит, ну, не очень презентабельно и привычно для вот меня. Оно даже пахнет. Как будто это китайская кухня, знаете, такое ощущение, что я сейчас буду есть не пасту итальянскую, а какие-то водоросли. Давайте попробуем. Слушай, какая гадость, а? А его за этим врачей кормят? Не, правда? Я только сейчас понял, что я, оказывается, ненавижу шпинат, хотя я его в жизни не пробовал. В определенный момент ты, конечно, понимаешь, что, в принципе, блюдо плюс-минус съедобное, но как не хватает мяса? Вот сюда бы тушенки нашей с макаронами. Но американцы настолько толерантны, что делают вот подобное меню специально для веганов. Кто-нибудь мне может адекватно в комментариях объяснить смысл вегетарианства? Это какое-то самомучение, вот как лично по мне. Потому что, ну, допустим, жалко животных. Коровок, хрюшек убивают, да? А кто вам сказал, что тот чавель, который вы жуете, он не живой? Вторая теория, это типа польза для здоровья. Но ни один ученый не проводил такого масштабного исследования, и на этот вопрос тоже нет ответа. Сама эволюция, прям при вас, прям сейчас и здесь проводит свое исследование, многомиллиардное, в котором уже показано и доказано, что животный белок, жир, мясо, мышцы, они нужны человеку. И он их ел всегда и везде. Почему сюда тушенки не положили? Вот это зеленая блеводня. По баллам девять. Вроде солому жуешь, да, но что-то в этом есть. Насчет кукурузы, выглядит она следующим образом, действительно напоминает что-то зубообразное, если вот долго зубы не чистит, то они примерно вот так же и вывалятся. Ну-ка. Жесткий попкорн на минималках. Вот примерно так. Американцы обожают кукурузу, у них полстраны, полэкономики это кукуруза, на самом деле, они свихнулись на этом. У кого-то крахмал, у кого-то, вот сейчас у нас морковка очень популярна стала вдруг, да, выросла в цене и стала популярна, всем она нужна. Никто на нее вниматель даже не обращал все время. Ты вот любишь моркову, я нет. Что вы там ругаетесь, что ценник подняли, что она дороже, чем бананы какие-то. Это во всем мире так, что ты хочешь. Наша морковка везде подорожала. Блин, подождите, это становится опасно для моего веса. Десятка, несмотря на то, что жесткая, не соленая и может быть местами кому-то это не понравится, но ради разнообразия и ну как вот попкорн по-другому в сухой паек положить. По вкусу то же самое, но кукуруза жареная. Насчет выпечки. Американцы продолжают лично меня удивлять, потому что подобного в других пайках я вообще не видел. Вот взять, например, три батончика с финиками. Выглядит следующим образом. Внутри, естественно, вот эта вот финиковая паста. По вкусу... Боже, какой вкус но по вкусу ближайший родственник это наша булочка с яблочным повидлом. Очень сладенько, очень нежно, очень мягко, но обязательно надо чем-то запить. Для этого здесь есть напиток, который якобы должен иметь апельсиновый вкус, но все мы знаем, что американцы обожают химию. Даже трубочка уже оранжевая, видали? Знаешь, что еще я подумал? А ведь это какому-то медику не досталось. Целая коробка. Вот коробция, да, у них? Продажные твари. По вкусу вроде как симпатичны, но один явный минус. Сверхогромное количество сахара. Я вам серьезно говорю, фанта это вода обычная по сравнению с этим. Три. Так, и осталось нам в этом меню попробовать вот эту круглую галету печенюшку, которая очень приятно пахнет. Она сухенькая. Слышите, да, она как ломается? Очень сухая, примерно как наша галета по вкусу. Блин, первая ассоциация это взбитое молоко. Вот та самая пенка, которая лежит наверху капучино. Вот примерно то же самое. На, попробуй. эти вот это натер кусочек. Парадокс в том, что и для врачей, и для военных данную продукцию выпускает один и тот же завод. Но почему-то для врачей меню более разнообразное, более, что ли, качественное, вкусное. И вот эта печенюшка, конечно, отдаленно напоминает вот эту квадратную галету для солдат США, но гораздо вкуснее, гораздо мягче, что ли, свежее. при этом она не сладкая. Сахара здесь нет. Вообще чувствуется другое отношение к гражданским лицам. Более аккуратное, что ли. По баллам, естественно, десятка. Как вы догадываетесь, на 1200 калорий мы останавливаться не будем. Это как-то даже не солидно, да? Давайте перейдем к следующему пакетику. Выглядит точно так же, только вот сзади невозможно прочесть меню. Здесь, как бонус, у нас тунец. Вот и все, что я знаю об этом меню. Очень интересно, что внутри. Естественно, вскрываем. Итак, здесь нас первым делом, естественно, встречает тунец. Основное блюдо называется Black Beans in Aseos Sonnet Соус. Черные бобы, приправленные в соусе. Тортилос это пилешка. Пирожок с яблочным повидлом, лимонный быстрорастворимый напиток, столовые приборы и, как всегда, новейший разогреватель. Вот прямо сейчас, без всякого монтажа, я покажу скорость, с которой он начинает работать. Все, как всегда, распаковываем его. Абсолютно, смотрите, не пылит, в отличие от наших, украинских и других. Вот он, нормальный, высококачественный, беспламенный разогреватель. Кладем основное блюдо и заливаем водой до этой пунктирной линии. Единственная проблема, то, что пакетик не совсем прозрачный. Нужно вглядываться, чтобы увидеть, насколько я приблизился к этой линии. Вот, все, выливаю, отлично. Очень много воды, кстати, на удивление. Смотрите, закрываю, считаем до пяти. Раз, два, три, четыре, пять, вуаля! Буквально пять секунд, и эта реакция будет идти крайне долго. Ай, вот как теперь это вытащить? А он только начинает. Доставай. Горячо же, сука, не до... Знаешь, какой огненный? Аааа! Сука, как в жерло вулкана лезут. Ай! Ай! Ааааа! Обед американского медика выглядит следующим образом. И знаете, что скажу? Весьма скудненько, потому что мы видим здесь максимум выпечки, минимум мяса, минимум рыбы. И вот, что это за главное блюдо? Ну, бобы с подливкой. И все, здесь ничего нет. Причем это мизерное количество. Вспомните предыдущее вот блюдо, она хотя бы растеклась на всю площадку. Здесь вообще, ну, это что, обед? Эти можно наесться? Ну, давайте попробуем. Может быть, они какие-то питательные. Сладенько. Чувствую, штруктуру бобов очень хорошо. Не разваренные. Все одинаковые по размеру. Они перец сюда засунули, все. Это перченое блюдо. Очень, очень, очень много перца. Вот, визуально невозможно догадаться, что это блюдо хоть чуть-чуть острое, потому что по запаху отдает вкусными бобами и вот этой томатной подливой. Больше ничем. А по вкусу, ребят, острота не сразу приходит. Граничит с болью и с горечью. Вот настолько острый соус здесь использован на большого любителя. Именно поэтому здесь три лепешечки можно на одну вот так положить и выкинуть. нахуй. Вот сейчас без шуток. Слышите самолет, да? Вот эта паскуда уже четвертая или пятая. Я тут страдаю, пробую, мне реально остро плохо, а не летает, нарушает вот мое звуковое пространство здесь в микрофоне. И вам мешает слушать, поэтому передаете привет всем, кто улетает нахер с родины. Куда вы полетели? Все примились, нет? Не слушать у меня деменция. Насчет второго блюда это рыбка тунец, выглядит следующим образом, очень симпатичный, гораздо симпатичнее, чем предыдущая. Неотторгающий и ненасыщенный рыбный запах без всякого намека на перченое, соленое, что-то такое. Сделали вот такой гамбургер. Давайте пробовать. Вот! Вот с этого надо было начинать. Боже мой! Блин, как это вкусно совместно! Я все рассыпал. И вот отсюда чуть-чуть, чуть-чуть можно сверху просто для перчинки добавить этот кетчуп. И... Я почувствовал. Ассоциация, что ты ешь рыбную острую шаурму. Офигенно! За бобы ставлю три, а вот за это совместно десятка несомненно. Ни грамма жира, ничего лишнего. Исключительно вода, рыба, соль чуть-чуть и вот эта подливочка. Ну, а теперь переходим к вкусняшкам! Ну, к сожалению, она только одна здесь. Это вот этот замечательный пирожок. Кстати, тоже подобного нигде в американском MREA не видел. Такое ощущение, что они выпустили новую линейку именно для медиков. Итак, данный пирожок выглядит следующим образом. Очень мягкий, буквально разваливается от каждого моего неровного движения. Каждое неровное. Пирожок с весельем. Из минусов могу отметить, что он очень липкий, но крайне приятно пахнет. Ну-ка. Ммм, мм, 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 ну, как всегда. Очень сахарный, очень много корицы. Американцы это обожают. Есть вот такие пироги, гигантские в виде, да? Вот то же самое. Какой необычный пирожок. Что они сюда положили, почему меня так смешно? Он с сюрпризом, ребята, это непростой пирожок. пирожок. Что в нем, блядь? Какой он вкусный, а? Молочный. Да, корица делает чудеса. Еще не запретили в нашей стране? Пора, пора запретить, Сережа. Очень сладкий. Для этого есть зеленый напиток. Он уже у нас настоялся. пирожок. Ну-ка. О, да. Вот мы все привыкли, что у спрайта зеленые бутылки, но прозрачная жидкость внутри. Здесь вот наоборот, зеленая жидкость, а вкус точно такой же, как у спрайта, просто негазированный и еще более насыщенный и даже более сладкий. Такой концентрат спрайта. Слушай, они стоят соломику положили. Солдатам это не кладут. Типа во флягу пей и так далее по-серьезному все. А тут... Это у нас были в Советском Союзе. Друзья, помните, мы ценим ваше время, поэтому давайте сделаем вот так. Третий подход. Мы решили сразу все выложить на поднос, потому что вот эти все показательные пакетики, ну, в конце концов, они ничем не отличаются от предыдущих. Вот упаковка и главное блюдо здесь итальянские колбаски с перцем и луком. Блюдо выглядит следующим образом. Я вам скажу, что здесь уже интереснее, здесь хотя бы мясо есть в виде колбасок, причем его достаточно много. Также мы видим очень аппетитный томатный соус. И все это пахнет как во-первых пахнет перцем, во-вторых колбаски напоминают по запаху что-то нечто пепперони и вообще есть нотки пиццы, ну, итальянцы че. Я больше чем уверен, что эта колбаса в Италии популярна так же, как у нас в России краховская. При этом я не особо чувствую, что это что-то мясное. Я ощущаю перец, но не тот острый перец, знаете вот этот темный порошковый подливочка вот она. За эту красоту и вкусноту меньше десятки поставить просто не могу. Вместо хлеба сюда подсунули из военного солдатского ИРП две галеты, которые выглядят следующим образом. Весьма знакомые вещи, да? Еще с 80-х годов американцы изготавливают подобное, и рецептура не менялась с того времени вообще никак. После того, как ты попробуешь вот именно эту галету с именно этим блюдом, тебе в голове вот как переключателем возникнет мысль, а как я раньше жил без этого? Как эти блюда могли до этого существовать? Потому что это идеальное смешение вкусов, вот по-другому не придумать. Я думал, что с черным хлебом зайдет, да, вот с нашим Бородинским. Нет, вот с этими галетами абсолютный зачет. Это лучшее блюдо за сегодня. Сейчас Кащенко позвоню. Кстати, еще из интересного, в этом меню за место булочки положили второе полноценное блюдо. Я так понял, что это картошка с каким-то очень странным и при этом нежным и очень ядрено противно пахнущим сыром. Запах испорченной воды в бочке. Вот так я называю этот запах. Но при этом сырный. Ну-ка. Вот. Ну, знаете, есть шутки, типа, сыр воняет как носки. Вот это вот про это блюдо. Я думаю, что мне тут отголоском веет, вот чем-то непонятным таким, отвратным. Вот оно. Боже мой, я после этого изо рта все это буду нести. И сама картошка вот в нашем привычном понимании чуть-чуть недоварена. Вот еще бы чуть-чуть, и она бы сейчас хрустела у меня на языке. Вот примерно такое ощущение возникает. За картошку ставлю смело кол. Вообще не порадовали. Из вкусняшек в этом меню оказались вот такие маленькие, меньше марахис, микроскопические печенюшки со вкусом шоколада, я так понимаю. По вкусу. Знаете, есть печенье у нас юбилейное с шоколадом между печеньками. Вот примерно то же самое, только еще более нежный вкус, не так много шоколада, и совсем чуть-чуть пережаренный. Бля, почему это напоминает камни из почек? Мне сложно представить врача, который вот так вот сидит напротив коллеги, и с ним что-то там такое рабочее обсуждает, жуя вот эти вот штучки маленькие. Ну, не проще сделать вот такую большую печенюху, и чтобы он, ну, как бы с полным ртом с ним разговаривал. Напиток. Здесь он представлен в таком странном маленьком пакетике необычном. Что это, я так и не понял, что-то лимонное. И все это размешивается на стакан воды. Ну-ка. О, боже. У меня только один вопрос. Как? Как в таком малом объеме они смогли сделать такую ядреную херню? В 90-х были популярны такие ядреные конфеты из-за рубежа к нам привозили, травили детей-то. Ну, вот. Они очень кислые были. И там чуть ли не наспор, кто больше съест. Аж языки прожигали. Вот примерно то же самое. Сука. Ты понимаешь, что это вредно, но ты все равно пьешь. По вкусу это лимонад с каким-то уксусом. Вот так. Ну, а сейчас традиционный вердикт. Первым делом отвечу на вопрос, сколько эта коробка стоит. Без учета доставки данная пища обошлась мне в 10 159 рублей. И если округлять, то получится примерно 850 рубликов запаек. Причем на сайте очень красивая картинка самой упаковки. Хотя при вскрытии все намного скучнее. Капиталисты, что сказать. Отдельно хочу отметить разогреватель. В нем идеально все. Дизайн, качество, скорость и длительность реакции. В общем, удивили. Единственное, он требует в два раза больше воды, чем обычно. Во-вторых, отмечу качественные столовые приборы. Далеко не многие могут похвастаться таким пластиком. Что касаемо блюд, тут все субъективно. В коробке представлены меню самых разных стран и культур. Естественно, какие-то вызовут отвращение, а некоторые приятное удивление. В целом, как разовый перекус, очень даже круто. Очень жаль, что до подобного нам далеко, так как, чтобы такое повторить, нужен колоссальный опыт, который у американцев начался сразу после Второй Мировой. И на самом деле очень интересно следить, как они постоянно модифицируют свой паёк, доводя его до идеала. На канале есть очень много роликов на эту тему. Ребят, на этом пока что всё. Всем огромное спасибо за просмотры. Не забывайте про комментарии, поддержите канал лайком и подпиской, а если ты поделишься этим роликом с другом, то это будет наивысшей наградой для нас с оператором. Всем удачи, всем пока!